Приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала. Меня зовут Владимир и мы продолжаем выходить Kings Bounty Войн Севера. Так, я решил рискнуть и попробовать все-таки это колечко, узнать его свойства. Что-то я не вижу магии и странствий. Там вроде бы на два боя было, она хрен его знает. Ладно, сейчас я немножко напою Олафа. Использую. Используем. Так. А теперь попробуем улучшить колечко. Надеюсь, не очень будет глючить. Так. Тактический режим. Это хорошо. Ух ты сколько там змей. Тих ребят. Сюда. Тих так. Давай-ка их. 480, 450, 450, 450. О-о-о-о. Кстати сколько у этих 3000? Немало так. На тебе вам. Блин, немножко не точно сделал, ну ладно, значит, так, цепь рун. Давай руны заберем с ССССР. С вот этих. Сделаем урончик. По-по-по. По вот этим. Так, куда мы можем добежать? Мы можем добежать аж туда. Так призывает не успевших достичь волхавых воинов первого четвертого уровня в выбранном отряде продолжить сражение. Воскрешает не больше 60 войн, погибших за последние два раунда. Ну, это неплохо. Так, а это копеечка? Ну, вижу так. Ну, чувеньки вон. Давай хряпнем. Какая разница? Так, конечно же, ответит на удар. Ну, мы им влупим со всей дури. Ух ты ж. А ну-ка. Зломненькую насмешечку наших врагов. Так. Походить вот этих ребят еще ход. Так. Дойдем, не дойдем. А, не дойдем. Блин. Ладно, подойдем поближе. Да. Так. Эти ребятки сможет снять кого-то. Так. Так. Пожалуй, будем снимать вот этого центрального. Еще чуть-чуть. Так. Можем воскресить кое-кому. Ну, сейчас мы атакуем вот этих змей. Защиту и атаку. Так. Стоп. Существа первого-третьего уровня с лидерством меньшим, чем у атакующего отряда не отвечают на атаке. Охренеть. Супер. Так. А ну-ка атаку. Понравилось ребятки. Так. Боевой клич. Еще и массовый. Я не знал, что он в нем массовый. Так. Давай. Снимаем змей. Добиваем этих пацанов. Так. Хвалебная песень. Это что такое? Что за заклинание было? Так. Эм. Без времени. Ага. Я понял. Так. Эм. Ну, давай вот так хряпнем. Еще сделаем. Вот так. Не. Ух тыж. Еще раз. Так. Рассеем-ка. А то они, блин, этим ядом будет куча народу украшить. Так. Вот так сделаем. На тебе. Так. Урону защиты и вперед. Ня, пахари. Так. Скальды. Да бежите. Блин. Блин. Еще отравили. Кого-то из них можем снять? Давай вот этих змей снимем. Так. Ребятки. Бегайте. Бегайте, мои хорошие. Живы. Блин. Бараны. Так. Воскрешаем одного. Так. Так-так-так-так. Можно лично поучаствовать в бою. Вот так. Так. Надо бы рассеять вот эти негативные эффекты. Так. Защиту поднять. И хряпнуть их. Так добить этих змей, блин. На тебе. Зараза. Ничего, сейчас им впаяем. Блин. Блин. Еще травят и травят нас. Да. Баранов бьют. А так не хотите? Так. Надо сеять чуток. Подождем. Этих ребят отправляем в преисподнюю. Ну. Ловите. Так. Этих ребят призываем в бою. Вперед. Так. Погнали. Так. А так не хотите? Так. Погнали. Чем ребят? Так. Сможем десять штук ушатать? Неа. Так. Пять только. Тоже неплохо. Неа. Да. Так. Немного потерь понесли мы. Блин. Медведи. Эти. А воительницы. То есть. Потеряли их. Их не так-то часто. Часто я встречал. Вроде бы всех выгреб. Боевая алхимия? Это что же? Так. Горючие, ядовитые и замораживающие зелья станут хорошим подспорьем в любом бою. Плюс десять урона горению. Горением, отравлением и заморозкой. Хорошо. Так. Колечко. Плюс пять интеллекта. Плюс три урона ядом всем змеям в армии. У меня таких нет. Не надо. Так. Тут ничего нет. А там кто-то был на острове. Так. Тут был кто-то еще там. Кто продавал войска. Так. Продолжаем. Так. Где он был? Где-то тут, мне кажется. Да, вот он. Торговица. Мне кажется, тут только мишки были. Да. Мишки и волки. Так. Значит, летим в деревню. Добираем нам нужные войска. И отправляемся дальше путешествовать. О, там еще есть кто-то. Надо будет посмотреть. Так. Тут нету. Так. У этого тоже ни хрена нету. Так. Тут, наверное... тоже не густо. Ладно. Полетели. Так. А это кто? Какое-то задание. Что-то я не помню. Здорово, сын Тормунда. Как тебе моя ласточка? Хороший корабль, Свен. На славу ты постарался. Еще бы. Но я не об этом хотел с тобой поговорить. Есть у меня к тебе одно дело. Слышал ли ты когда-нибудь о капитане по прозвищу Рыжий Везунчик? Да нет. Известный был пират и мореход. Мы прозвали его так из-за необыкновенной удачи. Его корабль, бешеную кафель, заговорила какая-то могучая волшебница. И стал этот корабль необычайно удачлив. Ветер ему всегда был попутный. Если вояки за ним гнались, никак догнать не могли. А если же сам Везунчик за каким торговцем гнался, то никто не уходил. К чему ты это мне рассказываешь? Ходит поверье среди моряков, что если добыть хотя бы доску, хотя бы веревку с корабля Везунчика, часть удачи придет к тебе. Так как же эту веревку добыть, если Везунчик, как ты говоришь, такой известный моряк? Да еще и корабль у него заговоренный. Ээээ, Олаф. Это ж когда было? Ржавый Рыжий Везунчик лет триста назад умер своей смертью, а корабль его неизвестно где. И ты думаешь, что от его корабля что-то осталось? Не знаю. Я хочу тебя попросить. Если ты когда-нибудь в странствиях найдешь что-нибудь, какой-то уцелевший обломок с того корабля, с бешеной к... к... кефали... Блин, я кафель ее назвал. Режего Везунчика, привези этот обломок мне. Уж я тебя... тебя отблагодарю от души. Ну, за 15 штук я тебе весь корабль привезу. Хорошо. Хорошо, хорошо, корабел. Буду посматривать по сторонам. Так, а ну-ка. Ни хрена у него нет. Так, полетели за кораблем. Тут уже нам делать нечего. Надо отправиться, наверное, на Вестлих. Там, добрать войска. Как мы быстро летим? О, вот наш кораблик. Так, так, так. Вот и так. Так, в журнале новая запись. Крюка надо ушатать. Портал. Тьмы закрыть. Ольрику расколдовать. Пил член делов не в проворот. Поплывем на Вестлих. Я так чувствую, что эта серия будет такая больше, как путешествие, чем битвы. Ружавого крюка я постараюсь ушатать. Ружавого крюка я постараюсь ушатать. Так. Ну. А, тут уже все. Чисто. Так, этих я купил. Скальды давайте сюда. Хорошо мы так выгребли. Хильди. Так. Больше ж нету никаких. Ребят. Так, покупаем. Эту херню разбираем сразу же. Ну. Давай пожертвуем Хильди. Так. Регалии. Можно жертвовать. Интересно. Пояса. Где регалия? Какая-то регалия. Должна же у меня быть. Артефакт. Ну вот регалия. Эх. Не. Хотя Ворона бою с удовольствием пожертвовал, но нельзя. тут что есть посох она заберем я как разница я принципе знаю что он принципе не очень мне подходит так а ну-ка тут далеко живет волк между вот освободил давайте посмотрим может у него еще что то есть интересное и будем сматываться отсюда вот эти пацаны не мне так нужны давай 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 так давай вахов сюда нормально вот это было бачес все кто попадется только под руки так погнали дальше хорошо что я заглянул к братьеву руинвальда какая-то с них польза так плывем на истрен ухтыш 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 немного слабее тролль есть у них ничего себе так сохраняемся сохраняемся сейчас выпьем тут есть у нас такая штучка так использовать еще раз использовать сейчас мы разберемся давай один злобоглаз убежал так бой давай вот эту вису блин а кого магии а хрена них так а ну давай жахнем там так что я мало не показалось так тролли ну тролли мощные пацаны так чем бы их еще приложить таким хорошеньким может вот этих приложить чем-то например ядовитым черепом или может хряпнуть вот этим девять штук 4 принципе и змея нормально 324 хряпнем их отлично давай побежали какая разница вот так у и вперед на пахаре ухухухуху как мы врезали так эти какого уровня 5 не подействует это насмешка лучше положительнее наложить только на вот этих подействует хвалебная песень так оно оно прикосновение оки вот эти пацаны так давай хребнем вот этих так еще ходите разок а мы выдвигаемся а бойня там хорошо таких рубает так а я холодцом их хряпну завалил злобоглазов так сейчас мы как раз их всех хряпнем так заодно я хребну их чем бы их таким хребнуть я там что-ли давай вот этих ядам так подождем чуток так вот такую штучку сделаем так может воскресить ребяток так вон удачи подойти и хряпнуть по ним подождем есть один сдох так какое-то кровотечение а у этого пацанах так подбежать не получится нам ходик можно сделать ухтыш ухтыш но не что то вот такое хорошенько и хряпнуть теперь топориком от этого уложить отлично так давай руна защиты может повезет отлично зашибись и без потерь так теперь надо красть сдать а уже есть супер так надо загнать к бабуле чтобы с ульрики снять заклинание так че там сохранимся так посмотрим этих не а так давай спустимся так отдадим этой старой шкурби лунный камень и можно уже будет сюда не ходить инквизитора бы конечно на эти места прощеников они бы воскрешали народ и против нежити очень эффективны у них идет 150 урона 150 процентов так это это не сюда мы чуть-чуть не так поплыли надо вот так хоть ладно бабуля живет там олаф заходи заходи рада видеть тебя зачем пожалуй к старухе а ну погляди-ка бабушка тейла не об этом ли камне ты говорила он самый мелок он самый ишь ты крупный какой ну если готов тогда давай мне три кристалла магии две тысячи золотых сам понимаешь я за бесплатно вражбу не делаю раз надо значит надо скотина старая вот и славно вот и хорошо давай кого тут все на стол складывай и не стой тут столбом внучок волшба длинная предстоит трудная иди-ка во двор да делом займись дров наруби или воды принеси или топор наточи пока я тебя кликну когда чай готовы будут с этими словами ведьма вытолкнула вас из домика ну ждем вы терпевливо ждали несколько часов пока ведьма творила свое колдовство из трубы домика поднимался дым то зеленый то розовый то желтый несколько раз вы слышали как в домике что-то падало порой за дверь звучали громкие голоса как будто кто-то ругался наконец все стихло дверь отворилась и к вам вышла Этейла с уставшим и гордым видом все сидишь внучок вот погляди что я для тебя начаровала ведьма с гордым с гордостью показывает невзрачного вида камешек на потертом ремешке что это ты так долго делала этот камень а я ж и забыла что ты не умеешь сквозь вещи смотреть это не простой камень это амулет живущего живой в нем никакой магии не почувствует а вот если надеть на того кто внежить превращается к тому жизнь вернется только помни внучок носить его надо постоянно ни на минуту не снимая иначе снова мертвым станешь спасибо бабуля я запомню так посмотрим что на продажу есть в принципе все тоже погнали расчаровывать ульрику но расчаруем ее и будет она нормальной надеюсь хотя если она снимет не дай бог вот этот амулет сразу же в нежить превратиться опять ну хоть какая то альтернатива так погнали на фастланд так фастланд фастланд высаживаемся так ну что тут есть интересно сапоги возьмем можно еще метатель топоров пополнить мне кажется что не мешало бы нет они у нас сапоги на все лидерство ну мудрите пожертвуем ого плюс 16 ярости у них уровень растет охренеть надо жертвовать все что только можно так где она была кто помнит надо карту смотреть а вот погребок у я ящичек пропустил блин надо будет сейчас забрать помню тут дедуля просил селедочки достать из погребка любил трескать на халяву так велика ты еще не нежить так 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 о о ты вернулся мой герой я уже не надеялась мой разум волосает скоро скоро я буду чудовищем скажи ты раздопил лекарства да я принес тебе амулет живущего надень его сейчас когтистая рука выхватывает амулет из ваших рук и ульрика тут же надевает его в первую минуту кажется что ничего не происходит и вы уже начинаете подозревать что ведьмовство старой этой элы не сработало как вдруг волна боли пробегает по телу ульрики заставляя ее дергаться в конвульсиях боль так сильна что ульрика не может устоять на ногах падает на пол и катается по нему рыча в голос наконец-то она затихает и остается лежать на полу словно бесформенная куча тряпья через некоторое время ульрика осторожно поднимается и вы видите что она снова стала человеком я как же больно что со мной произошло или уже человек ну не молчите же ты снова человек ульрика только помни этот амулет надо носить не снимая ульрика ощупывает свое лицо волосы руки я и правда снова человек благодарение богам как же это чудесно снова ощущать себя живой снова дышать снова ощущать запахи ну и воняет же здесь неужели это так пахло ов как я и обещал возьми этот щит если бы у меня были тысячи щитов я бы все их отдала тебе к сожалению у меня больше нет ничего ни дома ни деревни ни даже еды может тебе стоит перебраться на маяк к энунду и селедкой его кормить ты наверное прав ну что скажут люди хотя о чем это я какие люди тут все мертвы некому судачить за спириной некому ругать мою селедку решено я приберусь к энунду вот ему не повезло наверное ха-ха-ха-ха я хочу попросить тебя об еще одном одолжении наведайся к нему в маяк поздравь нас со свадьбой обычно приходят все соседи и родственники теперь похоже это наш единственный сосед только умоляю не говори ему что я была зомби хорошо он река будет ему сюрприз первую брачную ночь так дали нам щиток дали так стоп 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 плюс 15 урона от атаки щитом а два атаки два защиты но я лидерство ни на что не поменяю этот предмет чтобы улучшить конечно надо а а а а лидерство копье с этой фигней идет а 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 не а что подруга идет к нему так где маяк лыса пилка темная пещера кузница а так так 9 мая где-то вроде бы аж там он лесопилка вот маячок сейчас мы его обрадуем обрадуем а заходи заходи селёночки хочешь а то я ее проклятую ем-ем-ем уже и тошнит а делать ничего другого харча нет чё ты старый хрящ всю селёдку все селёдку трескаешь где твоя невеста энунд подозрительно оглядывает вас головы до бят парень ты чего тебя последнее время по голове не били староват я для женитьбы не видишь то ли да из невесту только зомби да склеты вот если бы на ненаглядная ульрика была жива я б я бы на все плюнул да и женился и пусть люди треплют что хотят селёдочку то какую делала хочешь кусочек я тебе про ульрику и говорю живая она когда ей сказал что ты и ты живой в общем она должна уже здесь быть ульрика жива слава богам триста морских чертей мне в глотку а что же сказала сюда придет где же она тогда тут совсем недалече я волнуюсь может мне ее какой склит может ее какой склит обидел сходил бы посмотреть мне маяк бросать из подручно сам понимаешь оборона здесь у меня да и но и старые а ты молодой мигом обернешься ладно таки быть проверю как она там блин попал может склета себе нашла по дороге рика где же нам терялась что ты я ее не вижу может она умотала вообще туда стоп блин а где-то ульрика может она в погребку еще скотина смотрим тут она были Ольрика кутается в плащ и низко надвигает капюшон на глаза. О, не смотри на меня, я дура, старая кокетливая дура, я потеряла амулет, что ты для меня раздобыл, хотела умыться в море, а он соскользнул у меня с шеи, его волокла какая-то рыба, кажется наши рыбки, рыбаки называют ее морским диетом. О, боги, что же мне теперь делать? Я так и останусь в этом вонючем отнеющем теле. Блин, да чтоб тебя. Чем ты думала, женщина? Хорошо так и быть, я помогу тебе. Еще раз, как ты говорила, эту рыбу называли, морской дьявол? Блин, а где его искать? Убить морского дьявола. Что, задание это выполнить? Свою голову. Так, а где она в море? Решили умыться. Так, сохраним. Зараза. Блин. Теперь надо весь в острове облетать. Смотреть всю прибрежную зону. Ребятки не видели тут морских дьяволов, случайно? Думаю, что нет. О, вон он. Вижу, вижу. Все, сейчас мы его еще и слабенький. Так, морской дьявол. Херня. Завалим его только так. Приземляемся. Так, 15 убежала. Уже сразу. Так. Ну, так как слабый противник, хоть и квестовый. Увидите уже результат. Так, разобрались с этой рыбешкой. Так, опять мы амулет отобрали. Так, надеюсь, она больше ничего не утнет. То это уже начинает напрягать. Так, стоп, стоп, стоп. Это где-то тут. Или не тут. Или вот там. Там. Вселение. Так, сохранимся на всякий случай. А то вдруг она уже зомби. Оф, это ты. Оф. Я снова стал хуже видеть, но зато чувствую, какой ты теплый. Какие у тебя должны быть нежные и вкусные мозги. Они так и сияют тепло. О, боги. Прости. Я становлюсь чудовищем. Ты нашел мой амулет? Да, я нашел этого гада морского и убил его. Вот твой амулет. И больше не теряй. В следующий раз я его искать не буду. Так, Ульрико мгновенно выхватывает из ваших рук амулет и надевает его на себя. Вскоре происходит уже знакомое вам болезненное превращение. Богослови тебя, боги, Олаф. Ты не можешь представить, каково это стать живой. А потом вдруг снова медленно превращаться в зомби. Неудобно еще раз тебя просить, ведь ты столько всего для меня сделал. Но не мог бы ты отвезти меня к Энунду? Ну, пожалуй, так будет проще всего. А то с тобой еще какое несчастье случится. Едем со мной. Так. Да, так будет надежней. Тут опять, блин. Скажут, что это украшение не модно, и она его снимет. Вон, северное сияние. О, вот и снова ты, Олаф. Ну что, нашел мою ненаглядную? Я так волновался. Нашел, Энунду. Вот твоя невеста. Ольрика, дорогая, проходи прямо внутрь, к камину погрейся, а зябло небось с дороги. Красивый у тебя амулет. А селедочки не привезла, а то Олаф мне привозил, да я ее подъел. Олаф, дорогой, спасибо тебе большое, что ты поставил ее, доставил ее в целости и сохранности. Уж прости, что не приглашаю. Нам с ней о стольком надо поговорить. Да и сейчас сам за селедочку, за селедочкой поплыву. А у Олерика тут соль будет выпарывать. Но я хочу отблагодарить тебя за все, что ты сделал для меня, для нас. Ну, спасибо, Энунду. Совет да любовь вам. Так, наконец-то получили награду. Так. Свиток рождения гиганта. Это интересно. Призывает отряд существ пятого уровня в армию героя, если для него есть место. Лидерство отряда равно текущему лидерству героя. Хорошо, буду знать. Так, ну что же, пожалуй, тут и завершу серию. А то, что-то затянулось она. Блин, это Олерика. Да и так, пару боев, в принципе, было. Но больше путешествия заняло времени. И сбор войск. И стрэнг будем дочищать в следующей серии уже. Так что, всем спасибо за просмотр. Если понравилось, можете ставить пальцы вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока.